Мы пришли к вам сюда, чтобы познакомиться с ребятами. Мы готовы бесплатно обучить ребят. Всем привет, с вами Чейн. В России проживает 55 тысяч детей-сирот в детских домах. Только вдумайтесь в эту цифру, 55 тысяч детей. И так или иначе, по достижению 18-летнего возраста, они вынуждены вступать во взрослую жизнь. Как они это делают? Мы хотим разобраться. Для этого мы приехали в детский центр номер 5, где любезно согласились разъяснить нам этот вопрос. А Чейн, в свою очередь, не упустит свои возможности и обязательно поможет ребенку. Ольга Викторовна, большое спасибо. Вы любезно согласились пообщаться с нами и предоставили нам возможность, самое главное, пообщаться с вашими детьми. Расскажите, пожалуйста, сколько детей живет в вашем центре? Они живут прямо здесь? Да, это их дом. У нас 40 детей сейчас, от 5 лет до 18 лет. А что происходит с детьми, когда им исполняется 18 лет? В 18 лет они выпускаются в самостоятельную жизнь. То есть, условно говоря, ребенку сегодня исполнилось 18 лет, и завтра он уже не имеет права здесь жить? Имеет. У нас есть такая возможность, чтобы ребенок прожил здесь до конца года, например, учебного. Есть ли у него проблемы с получением жилья? А не каждый ребенок получает жилье? Обязательно. С 15-го года это однокомнатные квартиры, это или студия, или однокомнатная квартира. Чем отличается детский дом от детского центра? Ничем. Раньше это были детские дома. Так. С 2015 года все детские дома стали центрами содействия семейного воспитания. Я вас приглашаю к нам в гости. Вы посмотрите, как мы живем, познакомитесь с нашими ребятами. С удовольствием. Крутые красотки. У нас здание, как видите, небольшое, достаточно уютное и компактное. У нас 5 групп. В каждой группе живет по 8 человек. В каждой семье есть и маленький, и большой, и средний. Братья с сестрами должны проживать. Младший, старший. Младший, старший, чтобы старшие, а младших заботились, например. В каждой группе есть 2 мамы. Это опять лишний раз, я хотел сказать, подтверждает, что дети, сироты, не брошены. Вот у нас здесь кухня, например. Вот так вот живут ребята. Здесь они делают и уроки, здесь они и кушают. Привет. У тебя крутая футболка, комната, гарсон. Очень стильная. Хорошо выглядит комната. Какой у тебя любимый футбольный клуб? Конечно. А футболисты? И кассилисты. Кассилист? Так кассилист больше не играть в реале. Ну да. Кассилист же играть в порту. Я прекрасно понимаю, что у всех очень предвзятое отношение к детскому дому. Все думают, что дети бедные, что дети, там, знаете, едят из одной тарелки, всей группой. Далеко все не так. Во всяком случае, в Санкт-Петербурге далеко все не так. Ребята особо ни в чем не нуждаются. Ни в образовании, ни в одежде, ни упаси, господи, в питании, ни в чем. Отчасти это так, потому что они здесь, в общем-то, всем обеспечены. Ваши дети знают, сколько стоит хлеб? У нас есть дополнительное образование. И в том числе туда входит так называемый кружок домоводства, технология. Где ребенку рассказывают, на что можно потратить деньги, как их потратить. Они идут сами в магазин, они сами покупают, они распределяют эти средства, бюджет какой-то небольшой. То есть, условно говоря, вы готовите детей к выходу во взрослую жизнь? Обязательно, да. Ты рад будешь, что у тебя дети будут? Конечно, безусловно. Я тоже рад. Безусловно, безусловно. Мне не важно, какой ребенок ранен. Не важно, я с тобой согласен. Главное, чтобы был здоровый ребенок. Даже если не здоровый родитель. Красавчик. Дети попадают сюда, когда ребенку ставят статус, например, сирота, или остался без попечения родителей. Комитет дает направление, да, и, как правило, ребенка направляют в тот детский дом, где он ближе живет по прописке, например, по району. Вы знаете, круглых сирот вообще по пальцам, можно сказать, пересчитать. В основном это дети при живых родителях. А родители не навещают детей здесь? Ну, как правило, нет. 15 лет ребенок может сюда попасть? Да. У нас буквально за последние два года уже традиционно стало к нам попадать дети, которым 17 лет. Как правило, они же попадают с приемной семьи. Да. То есть это не от... А, даже так, с приемной семьи. Конечно, это... То есть это дети, где у... Это называется, знаете, вторичное сиротство. Я никогда не думал, что такое бывает. Такое бывает. Это, наверное, самое страшное. Их не лишают родительских прав. Возможно, семья сама, например, отказывается. Не справились с воспитанием, например. И когда ребенок в 17 лет это понимает прекрасно, да, конечно, ему трудно... Степа, вот это сейчас... Баттл сейчас закончится, а не иначе. А ты знаешь, что ты... Кем я сейчас... Раунд стал. Как вы мне совет дадите насчет моей прически? А тебе что-то не нравится в ней? Нет, просто интересно. Я скажу так. Мне не нравится, что у тебя здесь вот так вот жестко все выбрито. А дальше, видишь, у тебя растет такая большая масса волос. Мне кажется, что эта стрижка выглядит неаккуратно. Я бы вот это вот все у тебя бы убрал. Вот это вот все. Что вот так вот ты не парился. И сделал тебе аккуратную мужскую классическую стрижку. Может, завтра попробуем? Вообще не вопрос. Ну, я согласен. Может быть, в тебе проснется желание быть парикмахером. Такое же реально? Саш, первый в мире футболист-парикмахер. Цель наша какая? Дети по достижению 18-летнего возраста вступают во взрослую жизнь. И, соответственно, необходимо работать, зарабатывать деньги, жить, как-то устраиваться в жизни, устраивать свой быт, строить планы на будущее. И мы, в свою очередь, хотели бы, безусловно, с вашего одобрения и с взаимного желания ребят попробовать бесплатно обучить и трудоустроить в нашей сети. У нас более чем достойная зарплата. Я приглашу тогда ребят? Да, конечно, пожалуйста. Ребята, находите. Парни, я Сева. Вадим. Очень приятно познакомиться. Сева. Степан. Очень приятно, Сева. Виктор. Виктор, красавец. Привет, крутые кроссовки. Привет, Алексей. Ждем вас у нас в гостях. Давайте мы покажем, что мы можем, как мы можем, как у нас все устроено. Для нас все то, чем мы занимаемся, является философией нашей жизни. Я надеюсь, вам очень понравится. И я хочу вам сказать, что у вас здесь безумно круто. Наверное, косы надо будет подобрать потом. А если просто не распределяем? А может быть, просто завтра их снесем тебе и сделаем тебе какую-нибудь крутую стрижку? Ты как, готов? Все слышат? Может, сходим поиграем в футбол? Ваши снесем. Ваши снесем. Ты слышишься музыка. Спасибо. Давай, давай, не думай! Сегодня мы решили позвать ребят к нам в гости, чтобы они смогли на деле убедиться, что мы из себя представляем, как мы живем, как мы работаем. Дадим немного стиля. Как тебе сейчас твоя промежуточная стрижка? Не могу представить, но это очень круто, очень прям вообще. У вас команда крутая. Да, лучшая. Да, лучшая. У нас лучшая команда. Есть возможность стать частью, ты понимаешь, да? Да, я хочу, конечно. У меня есть к тебе вопрос. Что самое главное? Процесс или результат? Мне кажется, больше процесс. У Станислава задача сегодня стоит сделать так, чтобы ты дреды больше не вплетал. Здесь я услышал, что ты, наоборот, хотел бы попробовать быть барбером. Тебе это интересно. Тебе как атмосфера? Классная. Здесь у нас своя движуха. У нас здесь семь в Петербурге, семь барбершопов. Также у нас есть барбершоп, я уже говорил, в Белоруссии и в Минске. Соответственно, есть возможность стать частью большой команды, большой семьи. Я не с точки зрения, парни, вам помочь. Вы должны понимать, что вы не особенные, вы такие же, как и все, да? И жизнь будет относиться к вам так же, как и к нам, и как к любым другим людям. У нас посыл следующий. Мы семья, мы каждый за каждого стоим, переживаем, вместе живем, вместе двигаемся, вместе растем. И здесь мы с вами очень сходимся. А мне кажется, что если вы обучитесь и захотите прийти к нам работать, вам не нужно будет ни подстраиваться, ни переучиваться, вы почувствуете себя в своей тарелке. Ну и здесь есть уникальная возможность встретить вам ваших кумиров. Я так понял, тут все рэперов любят. А как вот, скажите, ну ты рокеров еще любишь? Хочешь, для тебя рокеров позовем? Классик? Слушай, ну классики все умерли, к сожалению. Со мной мой чейн, 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 каждый день, день, день. Со мной мой чейн, 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 каждый день, день. Ты теперь моя больная, с кем же ты сейчас ласковой на свет встречаешь? Огрей, ты солнце мое сменит от меня. Сильно, я бы прямо поаплодировал. Вы хорошо поете. Да. Мне кажется, вам нужен какой-нибудь телепроект. И тобою не быть я, звездные моря, дай. Ну и что там, как? Я здесь, видите? Там все куплено, наверное, я думаю, да? И вот я не понимаю, как три человека, да, могут определять чей-то талант. Это же вкусовщина. Нам не нужны голосования. Мне не нужно. Вот, молодец. Молодец, дай пять. Молодец. Ну ты четко хочешь быть певцом? Нет, это идет у меня как хобби. Ты чем хочешь заниматься? Я на пауэр-окосице. Вот это наш человек. Знаешь, ты будешь 100% хорошей женой. Я не так хорошая. И уже, ты уже, ты уже замуж? Нет, пока не сейчас. Ой, нет, ну я вижу, рука, я тебе скажу так, рука-то левая. Сейчас у нас основной контингент, это 15-летние-18-летние, за которыми глаз, да, глаз просто. Да, у них сейчас половое созревание, во-первых. Это уж точно. Вот наш молодой человек, например, в МЧС. Молодец, благое дело. А вот я вижу Вадима. Да. Вот. А сейчас еще где. Вот мы на соревнованиях. Вот. Футболисты, танцоры здесь все. А сегодня третий день, и мы снимаем интервью с парнями. Я ни разу еще не брил вообще голову, даже если до нуля. Сегодня для меня это был первый эксперимент. Я скажу, он очень удачен. Что отличает настоящего мужчину? Характер. Как ты считаешь, он у тебя есть? Уверенность в своих убеждениях, верность в том, что он верит, и чтобы у него были какие-то принципы. У тебя есть задатки, как ты считаешь? Да. Ты проникся атмосферой? Да. Это прям с первого шага, когда только заходишь, уже чувствуется своя такая аура. Чего ты хочешь от жизни? Для меня сейчас важно это закончить колледж, потому что у меня сейчас есть некоторые такие проблемки. И я выхожу из-за дома. Ну, сначала у меня будет передано в социальную гостиницу на Нарской для детей, которые пока что еще не получили квартиру. А, это у тебя будет временное жилье, ты ждешь, пока тебе дадут квартиру. Да, и вот когда мне дадут квартиру, у меня там будет уже жидуха с тем, что мне нужно будет ее поставлять. Нужно находить деньги на мебель, саму мебель, вот. Судиться там нужно будет с человечком одним. Ну, а что за суд? Что это у тебя? А это я хочу подать суд на мать. Она мне должна 740 тысяч. Чего ты хочешь от жизни? Как ты видишь свою жизнь в дальнейшем? Ну, во-первых, хочу достаток. Семья, потому что у меня этого никогда не было. Хочу как-то выделиться своей семьей. Чтобы у тебя не началось никакой плохой истории, чтобы у тебя была возможность обеспечивать себя самостоятельно, чтобы у тебя была возможность получить ремесло, с которым ты сможешь пойти по жизни, мы предлагаем тебе бесплатное обучение в нашей академии с последующим трудоустройством, с достойной, более чем достойной заработной платой, великолепным коллективом. Мы, как говорится, мы предлагаем тебе вступить в нашу семью. Хотел бы ты в своей жизни попробовать стать барбером? Да. Да, я готов попробовать. Я думаю, что это для тебя огромнейший шанс. Я согласен с этим. Это не легкий путь. И это ремесло, которому невозможно научиться вот так вот. Учиться нужно всю жизнь. Всю жизнь развиваться, всю жизнь повышать квалификацию, расти, расти, бороться с самим собой. Для вас это великолепный шанс найти себя в жизни, научиться ремеслу, которое в любой момент может приносить хлеб. То есть люди будут стричься всегда. Мы, в свою очередь, примем тебя в семью, сделаем от себя максимум, так еще и через голову. Для того, чтобы у тебя все было хорошо. Добро пожаловать в семью. Было приятно, Даня, с тобой познакомиться. Мы ждем тебя. Малега! Малега! Сегодня Чейн Барбершоп пополнился ровно на два звена. Малега! Субтитры сделал DimaTorzok С вами был Чейн. Уважай качество. Будь с нами на одной волне.